Итак, мы произвели расчет, теперь мы произведем армирование по предельным состояниям. Для того, чтобы произвести армирование, нам необходима задача Design ULS Beam. Это армирование по основному сочетанию. Для того, чтобы его провести, нужно, чтобы в модуле Maximum Superposition был произведен расчет для Ultimate Design Combination, для основной комбинации. В данном случае мы будем произвести армирование для поисгибающих моментов по внутренним усилиям в балочных и плитных элементах. Затем запускаем Design ULS Beam. Здесь выбираем наши элементы, наши усилия, максимальный момент Max, M-Y и минимальный M-Y в балочных элементах. Настраиваем отображение и пюры. Арматуры. Ставим Continuous Spam. На протяжении всего одного пролета арматура подбирается как одна. Можно выбрать продолжительное в течение балки. По балке. В зависимости от элемента будет изменяться и армирование элемента. Переменная. Эпюра строится в зависимости от усилий. И так далее. Эффективная и полная. Далее мы можем выбрать нормативы по расчету передачи напряжений в твердом теле. В данном случае выбираются по автоматически, в соответствии с нормативной документацией выбранной. В начале расчета. В данном случае это сник для железобетонных конструкций. Можно также задать угол самому. Здесь галочка выбрать минимальное армирование в соответствии с выбранной нормативной документацией для расчета. И возможность расчета для групп, определенных, которые нам необходимы. В данном случае мы рассчитываем балку перекрытия, а она состоит во второй группе. Параметры графического и текстового отображения аналогичны остальным модулям. Запускаем расчет. Для просмотра нам необходимо пройти в модуль WinGraph. Здесь по вкладке Design BM Elements отключим опоры и рассмотрим по вкладке Design продольное армирование уровень 0. Можем видеть верхнюю арматурную сетку, заложенную в нашем поперечном сечении. В данном случае в неразрезной конструкции балки наблюдается самый большой момент верхней сетки, что рационально при учете неразрезной конструкции. Далее смотрим уровень 1, это нижняя сетка, и можем наблюдать, что в самый большой момент возникают наиболее нагруженные балки в разрезной конструкции. Проверим то же самое для плитных элементов. Для плитных элементов необходимо запустить дизайн UWS Area Elements. То же самое необходимо предварительно произвести расчет модулей максима для плитных элементов. Здесь мы выбираем максимальные и минимальные моменты по оси X, по оси Y и по оси X, по плоскости XY. Настройки поперечного армирования, возможность ввода дополнительных данных и запускаем расчет. Для просмотра нам необходимо также перейти в модуль WinGraph. Дизайн. Плитные элементы. Reinforcement. И посмотреть армирование верхней. Увеличим отображение верхней и нижней сетки. Таким образом мы можем наблюдать, что армирование нижней сетки меньше, чем армирование верхней, так как плита у нас задово неразрезной по всей плоскости здания. Максимальные моменты возникают над опиранием. Зона максимальных моментов совпадает с зоной у нас нагрузки от стоянки автомобильной. Изгибающие моменты также максимальные в этой зоне, где сейчас находится максимальное армирование для нижней сетки. Закончил. Зон. Зон. Зон.